Это Вести недели. Сегодня в воскресном выпуске Британский Телеграф опубликована заметка с громким заголовком о том, что на одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева якобы готовилось покушение. В публикации есть и ссылка на контрразведку Ми-5. Закаев, напомню, сейчас в Британии и плотно общается с Борисом Березовским. Правда, об этих связях в заметке ничего не говорится. Между тем, в Лондоне по странному стечению обстоятельств возобновились слушания по делу об убийстве бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Причем на процесс не допускаются даже ближайшие родственники Литвиненко, его брат и отец. А они сегодня рассказывают детали, способные полностью перевернуть так называемое дело Литвиненко. Очерк Андрея Кондрашова. Тихий курортный городок в Италии на берегу Адриатического моря Сенегалия. После смерти Александра Литвиненко часть его семейства обосновалась именно здесь. Родных тогда убеждали, что оставаться в России им опасно. Следы полония в Сенегалию никогда не вели, но вот следы самого скандала, юридических казусов и подлогов теперь ведут именно сюда. Младший брат Литвиненко Максим облюбовал эти места еще когда школьником из Нальчика приезжал сюда по обмену. Собственно, он вообще был первым из семьи, уехавшим за границу задолго до проблем своего старшего брата. Только потом тот оказался в Лондоне, звонил младшему в Италию, приезжал, учил жизни и всегда говорил «Мы все вернемся в Россию на белом коне, и поможет нам в этом героический человек Борис Абрамович». Я говорю, он в нем души не чаял вообще. Он про него рассказывал, это все было. Начальник, шеф там. Ух, мы, да мы поедем в Москву. Да ты что, ты знаешь, когда мы вот вернемся туда, а мы с Борисом Абрамовичем в машине. Вот он там президент, я там министр, там вот я по улице будем ехать и деньги будем вот так собирать. Говорит, там все, знаешь, сколько там людей должны деньги. Вот будем ездить и деньги собирать. Александр Литвиненко не раз говорил, что Березовский ему слишком многим обязан. Поэтому упоенный рассказами шефа о скорой революции в России всерьез манил себя ключевой фигурой в правительстве. И вдруг внезапно все изменилось. Березовский, поиздержавшись в расходах, сократил жалование будущему министру с 4,5 тысяч фунтов до полутора. Это было воспринято как оскорбление. Литвиненко звонил и жаловался папе. Он понял, что я же тебя, по сути дела, я тебя, сука, несколько раз спасал. Я тебе то, я тебе то. А ты меня сейчас сажаешь на голодный паек, имея такие бабки. И потом у меня берут трубку. Он говорит, все, я больше ни на кого не работаю, не хочу никого знать. То есть очень обозлился. Брошенный Березовским, Литвиненко решает выживать самостоятельно. Предлагает свои услуги британским спецслужбам. Параллельно решает вести газовый бизнес с Россией. А когда он не получается, приводит в порядок свои архивы. И решает ехать в Москву. Бизнесом вполне могла стать информация. Да он вообще-то все знал. И про дела Березовского знал. А какие-то про политические дела его тоже знали? Ну, например, вот это что, там кто-то его хотел ручкой что ли отравить. Это хреновина, конечно, была специально для того, чтобы Березовского в Англии оставить. Про то, каким образом шеф получил политическое убежище, Александр семье рассказывал. Это он добился показаний от некоего гражданина Казахстана о том, что тот якобы приехал в Лондон ликвидировать Березовского. Своему младшему брату Литвиненко описывал свою роль с гордостью. Мы его в машину, вывозим куда-то за город, начинаем угрожать. Кто тебя прислал? И он нам рассказывает, меня прислали КГБ, ФСБ, моя семья в заложниках где-то. И вот, в общем, я должен его прийти и уколоть ручкой. И если это все на самом деле было сфабриковано, то, я думаю, очень большая опасность была. Это я просто говорю, что касается убежища. А там же, наверное, какие-то дела у них были и до этого, и в Москве. Они же не первый день знакомы. Из-за решимости Литвиненко поехать в Москву, семья начинает всерьез волноваться. Одно дело Березовскому помогать, и совсем другое угрожать. Но не проходит и двух недель, как Литвиненко оказывается в лондонской больнице. Врачи, впрочем, ставили ему вполне заурядный диагноз, пока их не поправил Ахмед Закаев. Пищевая токсикоинфекция, вот так вроде поставили. А Ахмед подошел, сказал им, напомнил. Говорит, смотрите, его могли отравить. Понимаете, вот так вот он сказал. Первое, что увидел отец, приехав в Лондон к сыну, его поразило. Александр Литвиненко был абсолютно лысым. То есть побрили его, там сказали, что у него начали выпадать волосы, и побрили ему голову. То есть я знаю, что его брили. Если предположить, что Литвиненко был подвергнут ионизирующему облучению, то выпадение волос радиология вообще относит к поздним симптомам, которые за неделю не проявляются. Облысения также сопровождают кожные язвы, которых у Литвиненко не было. Стало быть, и волосы могли быть в норме, но его побрили. Ради чего, можно догадаться. Эти два эффектных снимка облетели весь мир. Их тиражировала известная пиар-компания «Белл Потентер». В газетах, разумеется, ничего не писали, что над головой Литвиненко потрудилась служанка Закаева, которую, по словам Максима, попросили прийти в палату с бритвой. А потом партнер Березовского Алекс Гольдфарб по секрету шепнул Вальтеру Литвиненко о Полонии. То, что «Полонию» я первый произнес. Публично я осветил это. Стихийный как бы митинг собрались, все там были. И я там сказал, что маленькая атомная бомба, маленькая ядерная бомба прилетела, и мой сын грудью, сердцем защитил англичан от этой радиации. Понимаете, вот это я произнес. Меня очень больно стучал этот, стоял Гольдфарб рядом. Они еще не готовы были к этому, видно. Что значит готовы, не готовы? Не вовремя я произнес. Может быть, даже еще и следов не было, а может быть, еще что-то надо было сделать. Вот тут интересно, какими числами будут написаны вот эти вот обследования. Следов, стадион, самолеты, когда будут проверены. Вот это важно знать число, какого числа это все проверялось. Из слов Вальтера Литвиненко получается, что о полонии Алекс Гольдфарб знал раньше, чем Скотлэнд-Ярд. Более того, отец предполагает, что сына могли сначала отравить, а уж потом наследить полонием в нужных местах. Все это могло бы опровергнуть королевское следствие, однако его материалы так и остаются засекреченными. Откуда полоний возьмется на шее у Сашки, на одежде, если он только чай пил? Так, теперь, откуда возьмется полоний по всему пути, и у этих самых понасыпали на этого Лугового и остальная компания эта. Кстати, сколько ни запрашивала российская генпрокуратура, результаты вскрытия тела Литвиненко британские власти так и не откликнулись. Был ли найден полоний в организме, до сих пор секрет. Отец, сам врач по профессии, утверждает, что при жизни сына анализы радиации не показывали. Обнародовано лишь то, что изотоп обнаружен в моче, взятой уже после смерти Литвиненко, причем из резервуара под кроватью. Моча, это же человек, который прикованный к постели, это просто-напросто целлофановый баллон, который лежит около кровати. То есть шприцом туда можно что хочешь вбрызнуть, и это будет анализ мочи. Максим считает, что отравить брата могли вообще чем угодно. Аполлони нужен был для следов по всему Лондону, для подозрения ФСБ и для скандала на весь мир. То, что Путин одобрил эту операцию, у нас нет сомнений. Алекс Гольдфарб, автор свежей книги «Саша, Володя, Борис. История убийства», переведена на десяток языков и распространяется сегодня по всему миру. В своей биографии он называет себя диссидентом, эмигрировал в США в 70-х, преподавал в Колумбийском университете, после развала Советского Союза в 91-м году приехал в Россию, чтобы возглавить проекты Джорджа Сороса. Гольдфарт находился там у Березовского, и все это вместе, и Сорос. Я думаю, что это все-таки, это все Штатов идет. И, к сожалению, к сожалению, во всю эту историю Сашка туда влип, влез. Сейчас, видимо, как-то он все это думал, все это игры, не думал, как далеко это все зайдет. Тут же сказал мне этот Ахмед, говорит, да он сырый ушник. Понимаете? Нехороший он человек, Гольдфарт. Мне кажется, Саша мешал ему. Тем более, что Сашка конкретно даже намекал мне об этом, когда лежал, умирал. Сашка конкретно не знал, кто его отравил. Но он боялся. Боялся за семью, за меня боялся. Алекс Гольдфарб, кстати, не указывает в своей биографии интересный факт. До эмиграции в США он работал в Институте атомной энергии имени Курчатова, в главном месте СССР, где уж точно знали, что такое изотопы. Зато гордо везде отмечает, что был тем самым человеком, которому Александр Литвиненко продиктовал свою предсмертную записку с обвинениями Путина. Вот она, на английском языке, с подписью автора. И теперь почти сенсации от главных свидетелей. Не было никаких предсмертных писем. Литвиненко до последнего надеялся встать на ноги. Он спрашивал, я что, побегу? Все это такое. И умирать не собирался, конечно. Тем более, на английском это вообще смешно, если он по-английски не говорит. Пока был в сознании, подтверждает отец, Литвиненко и мысли не мог допустить о каких-то последних заявлениях. А клиническая смерть была слишком внезапной. Он у меня на руках умер. Я загорал, я закричал, никого не было. Прибежали, значит, все, кто там был, прибежали, вот, начали массаж делать сердце. И все, все, уже он больше не разговаривал. Так что какие-то письма эти, это херня все. Никаких там писем не было. Ничего, какое-то там писать. Это просто подсуетились ребята. Кто что, придумал это письмо? Алекс, наверное, а кто еще? Акмет бы не стал этого делать. Или Борис, или Алекс, кто-то из них. Письмо Алекс Гольдфарб зачитал аккурат к саммиту России ЕС. Да и вообще, вспоминают родственники Литвиненко, все, начиная со дня похорон, превратилось в одну большую пресс-конференцию. Даже на поминках к Березовскому выстраивалась очередь с отчетами о розданных интервью. Борис Абрамович был энергичен и всех хвалил. И ни один Березовский. Там и Невзлин, там и вся эта группа. Сашку любой мог отравить. Им нужен был Сашка мертвая, не живой. И вот знамя сейчас они подняли, пятая колонна. И я помогал там. Следующие слушания по делу Литвиненко назначены судом на апрель. Ни отца, ни брата в Лондон не пригласили. Андрей Кондрашов, Евгений Лагранж, Вести неделя, Италия.